Я сейчас смотрю ответ училки ТВ Микитке, сыну Алексееву, и я так понял, что на обвинение лингвиста в том, что она душнит правилами, она решила в ответ немного подушнить правилами, посмотреть весь его канал, доебаться еще до каких-то ошибок. Это очень интересный способ отвечать, но вот она затронула слово «толика», то, что ее Микитка произносит «толика», и типа доебалась до него, и я вот не знаю, есть два слова, которые я знаю, что их нужно произносить с ударением на «и», но у меня просто нахуй язык не поворачивается так говорить. Вот стоически, почему мне, вот как это, стоически переносить тяготы и лишения воинской службы? Я почему-то, ну вот сказали, что правильно стоически мне, но почему мне хочется сказать стоически? Переносить как? Стоически, блядь, ёпта. Как? Не на «толику». Ну вот просто, я не знаю, сука, ну дебильное же правило в натуре, блядь, просто даже когда знаешь, что так правильно, все равно так не хочется говорить. И это она типа ему вменяет в ошибку. Блядь, ошибка это вообще существование канала «Училка ТВ», ебаный в рот. Мне кажется, ее потолок это доебываться к Дудю и Стасовая как просто, которые настолько помешаны на том, что вот мы будем развиваться, что даже не понимают, что они, блядь, нормально говорят и просто до них доебалась сумасшедшая. То есть Стас же реально, блядь, книгу от нее принял, эту шизофреническую, которую как раз Микитка разбирал. Ну, серьезно, то есть как бы ничего тупее, чем сидеть и обвинять лингвиста в том, что он неправильно сказал слово, блядь, «толика». Это прям потолок, блядь, шизы нахуй. Ну, надо было, наверное, все-таки ответить по фактам, а не устраивать повторный разбор, как мне кажется. Но так, конечно, проще, да. То есть так можно на любое вообще обвинение, на все, что угодно, что тебе говорят, отвечать «м-м-м-м, вот тут ошиблись и тут ошиблись, неправильное ударение». Так а по сути-то что, блядь, ударение неправильное? Куда нахуй ударение поставить, блядь, чтоб ты доебывать перестал людей с как-то прискриптивистской, блядь, лингвистикой или как там этот маргинал назвал, блядь, ёпта? Дебилизм ебаный. А нет, я все-таки досмотрел ролик до конца, и она типа говорит, а насчет всех обвинений в прискриптивизме я не вижу смысла в этой дискуссии, дискутировать не буду. То есть это на 12-й минуте ролика говорится, ближе к концу. То есть вот как просто, блядь, доебалась до ошибок, до ударений каких-то и сказала «обо всем претензиям я не вижу никакого смысла дискутировать». Ну тогда можно было, собственно говоря, ответ-то и не выпускать, если да, то пошло. Что значит, я не буду, не вижу смысла, блядь, я возьму это себе на вооружение. Я теперь на любые доебы, блядь, ёпта, до себя буду говорить, что ты не видишь смысла дискутировать. Типа, Юра, ты нас на деньги кинул. Я не вижу смысла в продолжении этой дискуссии. Так в смысле, ты кинул нас на деньги, ты забрал деньги и сказал «вернешь», ты теперь не вернешь деньги? Я не вижу смысла в дискуссии. Вы слышите меня или нет? Мы не будем дискутировать. Это, кстати, забавно, что люди вот такой старой закалки, типа этой училки ТВ и какого-нибудь Сталика Ханкишиева, они думают, что конфликты в интернете, в которые они влезают, закрываются в одностороннем порядке. Понимаете, о чем я? То есть у них представление такое, что если до них доебались где-то, то они как бы выходят из конфликта, и конфликт заканчивается. То есть там условный Сталик говорит «все, ладно, я, короче, завязываю конфликт с дружи», и его перестают дизлайкать, ему перестают писать обидные комменты. Вот так это работает, как бы, в их понимании, блядь. Я часто на такую хуйню натыкался, то есть, типа, в смысле ты не будешь конфликтовать? Ну, как бы, уже рамсы-то пошли, маргинал уже сказал, блядь, обидные слова, скажем так, были сказаны. Люди их послушали, люди хотят услышать ответ какой-то на них. Микитка тоже со своим расследованием. Люди, как бы, уже требуют что-то сделать. Нельзя просто так, типа, ну ладно, все. Я не буду тут разговаривать, этот конфликт мы, типа, закрываем, я его доджу и все. Дальше все, все как раньше будет. Ну, блядь. Я думаю, они не перестанут доебывать, как и зрители не перестанут доебывать, блядь. Так и королевой дизлайков вместе с Симоном, кстати, недолго. То есть, знаете, ходил пиздюк по двору, прочитал там какой-нибудь, блядь, учебник русского языка за второй класс и ходил там всех пиздюков поправлял, говорил, я самый грамотный человек на свете. И тут услышали это два каких-то старшака таких, лингвиста. Ну, условно, класса из девятого по сравнению с ней. Микитка, маргинал, подходят и говорят, че это, блядь, ну-ка расскажи, че ты тут, чем ты тут занимаешься? Кого это ты тут поправляешь? Кто у нас тут самый грамотный, блядь, знает за всех, как все произносится? И этот чувак такой, так, ладно, ребят, я с вами, я с вами в дискуссию вступать не собираюсь по поводу. Я просто пойду дальше людей поправлять, да? Можно мне по двору ходить и всем говорить, что я самый умный, блядь, и всем говорить, как правильно произносятся слова. А с вами я не вижу смысла общаться. Не-не-не, постой-постой. Куда это ты, блядь, метнулся? Стой-стой, стоямба, блядь. Надо сначала разобраться, блядь. Сначала надо разобраться, блядь, а потом уже дальше идти и что-то делать. Или никуда не идти, больше никого не поправлять и ничего не делать. А чем-то полезным заняться, нахуй. Забавно, что в самом конце она, ну, приводит в свою, так сказать, защиту, в свое оправдание цитату про высокую культуру речи, про то, что нужно говорить по нормам современного литературного языка. Только эта цитата принадлежит, блядь, Ожигову, который, сука, написал толковый словарь. Я бы, блядь, понял, если бы это сказал Пушкин, нахуй, какой-нибудь. Или, блядь, ну, очевидно, что человек, который, блядь, составляет словари, он будет за словари в любом случае, блядь. И он жил в те времена, до появления интернета, до появления всех вот этих вот бесконечных подонковских, жжжешных, хуешных сленгов, блядь, до того, как часть этого сленга начала просачиваться в язык. Он, блядь, понятия не имел, что такая хуйня начнется. Но, блядь, даже в этой ситуации, блядь, насколько уместно, если ты защищаешь, например, фастфуд, выдавать цитату Рональда Макдональда. Блядь, для того, чтобы люди задумались, блядь. Типа, серьезно, да? То есть тебя упрекнули в том, что ты навязываешь людям вот это вот словарное мышление, и ты показываешь свое оправдание цитату чувака, который составлял словари. Окей, окей. Я желаю Училке ТВ, вместо всех этих роликов, где она глупых блогеров доебывает, уже составить свой самый литературный словарь. Вот прям, самый от А до Я, прям вот все слова, чтобы она написала, как пишется правильно, во всех формах, огромную толстую книжку. И вот, чтобы все говорили именно по этой книжке, потому что остального языка, очевидно, не существует. ПОСКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...